Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко и в этом видео я вам покажу, как я делаю вот такой осенний макияж. С ним вы всегда будете в центре внимания и не останетесь незамечены окружающими. Так что, если вам интересно, то продолжайте смотреть. И так как, видите, сейчас я абсолютно без косметики и начинать свой макияж, я буду, как обычно, с оформления бровей. Для этого я буду использовать палетку Анастасия Беверли Хиллз. И здесь выбираю вот этот вот оттеночек, светло-коричневый. Это палетка для брюнеток. Но здесь есть два цвета, один более темный и более светлый. Я всегда использую самый светлый и здесь он уже вот протерт аж до донышка. Так что вот этой кисточкой оформляю бровки. Итак, вот бровки готовы. Я ничего особо там не вырисовываю, просто по своей форме их подчеркиваю тенями и заполняю те места, где они растут менее густо. И следующим делом я буду красить глаза, наносить тени на глаза. Для этого я использую вот такую палеточку Dior. Вот так она выглядит. Она уже такая прилично попользованная мной. И сначала под бровь наношу самый светлый цвет, вот этот вот беленький. Он исполняет функцию хайлайтера, можно сказать. И я вот так вот полностью под бровь его наношу. Под бровь и вот в внутреннюю сторону часть века. Далее на подвижное веко я наношу оттенок такой кремовый, то есть примерно по цвету кожи. Далее подвожу тенями линию роста нижних ресниц, вот такими потемнее цветом, коричневыми. И для этого использую вот эту вот кисточку такую заостренную, поменьше. Можно также линию роста нижних ресниц подводить теми же тенями, что мы и использовали для бровей. Будет очень гармонично смотреться, но в принципе это один и тот же оттенок. Так что неважно там для бровей, для глаз, все одинаковое. И далее наношу самый темный цвет в нашем макияже, вот этот, на внешнюю сторону века, часть века. Сейчас это все смотрится так наляпано, но это не страшно, потому что сейчас вот такой вот кистью я растушую и перемешаю вот эти цвета на границах. Ну вот так, хорошенько растушевали и все. Я в принципе не покупаю специальные кисти для нанесения теней, там пудры и так далее. Я использую понравившиеся мне кисти из каких-то палеток, наборов. Вот это, к примеру, от Clinique. Вот она у меня осталась, то есть сами тени закончились, но кисть осталась и в хорошем состоянии. Я ею регулярно пользуюсь и сейчас. И вот думаю, из вот этой палетки я обязательно тоже оставлю себе кисточку, вот эту для бровей. Она мне очень нравится, очень такая тоненькая, упругая. Ею очень удобно наносить тени или там карандаш даже на брови. Далее, и это одна из фишек осеннего моего именно макияжа, я буду рисовать стрелки. Я пока только учусь это делать, поэтому жидкую подводку не использую. Мне кажется, ей очень сложно нарисовать ровные стрелки. А буду пользоваться карандашом и далее наверх черными тенями, для того, чтобы это был такой вот насыщенно-черный цвет. И буду использовать карандаш, который мне очень нравится именно для стрелочек. Он очень мне хорошо ложится, такой мягкий что ли. Мне даже стыдно показывать его, потому что его осталось очень-очень мало. Вот такая вот штучка, пора мне уже, конечно, новый, но я его очень люблю и вот хочу использовать до самого-самого конца. Это пупа и вот буду рисовать. Я стрелку начинаю не от внутреннего уголочка глаза, а примерно от середины глаза и края оно становится все толще. Так что это такой процесс немножко муторный, но нужно запастись терпением и все будет хорошо. Сначала я на обоих глазах просто подвожу линию роста верхних ресниц тонкой линией. Ну а сейчас буду непосредственно рисовать саму стрелочку. Она у нас должна идти от, то есть вот по линии, которая соединяет внешний угол глаза с кончиком брови. То есть вот такая вот сюда должна быть направлена стрелочка. То есть я сначала рисую просто линию вот отсюда до брови, а потом с верхней ее точки соединяю с той, которая... То есть вот так вот примерно оно выглядит сначала. Ну а теперь заполняю все вот пространство в серединке. Вот так вот выглядят стрелочки, нарисованные при помощи карандаша. Но чтобы они были более насыщенными, я их подвожу сверху вот такими тенями. Здесь уже стерлась надпись. Это от Makeup Factory тени. И просто сверху на карандаш их наношу. В итоге это выглядит примерно вот так. Следующим моментом это, конечно же, нанесение туши является... Я использую от Sensai Canebo 38 градусов тушь. И буду красить только верхние реснички. Итак, глаза готовы. Теперь наношу тон. Я использую пудру от MAC. Она... это Studio Fix Powder and Foundation. Она достаточно плотная. Я ее покупала в основном для съемок видео, когда софтбоксы есть, чтобы хорошо мотировала кожу. И наносится она достаточно толстым слоем, поэтому я не использую дополнительно с ней никакие там тональные условы, BBC CC крем. Просто вот этой пудры мне достаточно. Теперь вот этим бронзером я подчеркну скулы. Улучшу форму носа. Вот здесь вот немножко затемним по бокам. Здесь, кстати, есть вот кисточка, но я, опять же, использую из своего прошлого наборчика. Это от Benefit. Мне она очень удобна, очень нравится. Так что наношу ею. Ну, если куда-то еду, то, естественно, не беру специальную кисть отдельно. Так, и теперь вот такими тенюшками от Bourjois. Я их использую в качестве хайлайтера. Немножко наношу сюда. И теперь последний штрик. Штрик, но самый главный в этом макияже. Это вот эта... Упс. Вот эта помада матовая. Она в форме блеска. Это знаменитая Nuba Melibachi. Седьмой номер. Я ее люблю. Но за что я люблю осень? За то, что можно начинать ею краситься даже днем. И это не будет выглядеть так вульгарно, как, например, если бы это было летом. Естественно, она больше подходит для какого-то выхода вечером. Но если не боитесь, что будете привлекать внимание на улице, то эта помада для вас. Ее нужно наносить очень быстро, потому что она быстро засыхает. И очень ровно. Поэтому нужно наловчиться. И потом это будет получаться уже легко. И так у меня получился вот такой осенний макияж с акцентом на губах. Тем не менее, глаза тоже достаточно выразительные, с темными толстыми стрелками. Так что с таким макияжем я себя чувствую просто в центре внимания. И мне это нравится. Так что, если вам это видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Пишите в комментариях о ваших фаворитах косметических этой осени. Какими средствами вам нравится пользоваться в этом сезоне. Мне будет очень интересно почитать. Возможно, что-то позаимствовать. Тоже попробовать. И увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока.